Это самый обычный океан в Майнкрафте, а это совершенно новый реалистичный океан в Майнкрафте. И да, это Майнкрафт. Привет, друзья, я фикса, и добро пожаловать обратно Майнкрафта. И сегодня мы будем удивляться по-новому, ведь такой Майнкрафт, который вы увидите сейчас, вы еще никогда не видели. Я установил мод, который делает Майнкрафт самым реалистичным на сегодняшний день. Лучше мода вы никогда в жизни не найдете, и называется он Физикс Мод. Мы с вами уже неоднократно играли с этим модом в различных сборках, но еще не разу не делали полноценный обзор на это. Учитывая, что они добавили много новых обновлений, например, реалистичный океан. Мне уже не терпится по нему поездить. Эээ, поплыть, ну да. Запасайтесь едой, кипятите чайник и оставайтесь со мной до конца данного ролика, вы реально удивитесь. Не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал. Давайте с вами наберем сегодня целый один лайк. Надеюсь, мы сможем это сделать. А ссылку на мод я оставлю в описании. Приятного просмотра. В этом моде есть очень много различных функций. И на каждую из них мы сегодня с вами посмотрим. И начнем, пожалуйста, с основного. Основное, это, в общем-то, то, что вообще происходит в самом мире. То есть, если, допустим, мы подойдем с вами вот к этой листве, ударим ее, то она разрушится. И у нее будут вот такие вот частички, которые мы с вами можем даже передвигать. То есть, по сути говоря, теперь можно играть в футбол в Майнкрафте. А второе, за что отвечает эта функция, это реалистичное выбрасывание предмета. Смотрите, у меня есть обычная земля. Как мы раньше делали это в Майнкрафте? Выбрасывали предмет и он просто падал. Здесь же все намного интереснее. Мы выбрасываем предмет и он летит просто крученым. И причем, когда он падает на землю, то с ним происходит вот что. Он встреет текстуры. И просто не двигается. Самое интересное, что здесь мы это все можем даже настраивать. То есть, допустим, я могу ускорить повороты данного блока. Попробуем, и теперь он намного быстрее крутится. Невероятно. Следующее, это мобы. Изменение поведения мобов после их смерти. Превратите их в Рэгдаллы. Физика Рэгдалл. Вид процедурной анимации. Пришедший на замену статичной, привендерной анимации. Разделите их части тела или раздробите на кусочки. Ну что же, я взял свой алмазный меч и мне уже не терпится это проверить. Как это вообще будет выглядеть? И кажется, я там уже кого-то вижу и это свинюшка. Привет, свинюхин. Сегодня ты будешь нашим подопытным. Ну, давайте проверять, как это вообще работает. Я, конечно, думал, что это будет реалистично, но чтобы настолько. Это сейчас была функция Рэгдалл, но тут также есть просто раздробление. Я хочу это проверить и посмотреть, как это выглядит. Я как понимаю, что сейчас наша свинюшка превратится просто в малюсенькие кусочки. Проверяем и... Ну, что я могу сказать? В принципе, да. Я думаю, лучше нам больше не проверять это. Хотя вот интересно, как это будет работать на скелете. Эээ, что? Ха-ха-ха! Откуда у скелета кровь-то вообще непонятно? Ха-ха! Ладно, пускай будет. Следующий пункт у нас это блоки. Отрегулируйте способ крошения блоков, когда они разрушаются. Мелкие частицы, весь блок или раздробленные куски. Всё, что вам угодно. И здесь мы также это можем всё настроить. Можем настроить на раздробление. Можем просто поставить как обычные блоки, либо же как частицы. Но, пожалуй, раздробление это самое крутое, чего есть. Это мы с вами, кстати говоря, видели в самом начале данного ролика. Но! Это не просто так работает, что ты ломаешь блок, и он разрушается. Нет! Тут есть полноценная физика блоков, как у песка и гравия. То есть, если мы ломаем с вами последний блок дерева, то, соответственно, всё дерево ломается, и вся листва опадает. И теперь всю эту кучку мы можем с вами просто раскидать во все четыре стороны. Невероятно. Я просто в полнейшем шоке, как это сделали и как это возможно. Даже в ААА плюс игры не всегда добавляют такое, а здесь это сделано. Термины EA, игра используется в индустрии компьютерных игр. Для обозначения наиболее высокобюджетных компьютерных игр. А теперь перейдём к самому интересному, океан. Испытайте острое ощущение от плавания по бескрайним открытым океанам Майнкрафта, с реалистичной физикой океана, которая позволит вам почувствовать силу волн и ветра в ваших парусах. И как ни удивительно, мы тоже здесь можем всё настраивать. Самое интересное, что в зависимости от погоды у нас будут как раз таки зависеть и волны. То есть если у нас будет дождь, то волны будут намного жёстче. Если будет шторм, то будет вообще полнейшая жесть. Давайте сами проверять, как это выглядит. Делаем доски, из них верстак. А, погодите, что-то вроде бы не так. Бум, жик, бум, блюк. Отлично, а вот и лодка готова. Ну что же, погнали поплаваем. И вы ощущаете это, смотрите, мы с вами прямиком плаваем по этим волнам. Господи, если я вот так сделаю, то это уже не выглядит как обычный Майнкрафт. Это выглядит как какая-то игра непонятная. А если я прямо сейчас нажму на F5, вы просто посмотрите на это. Я не нахожу слов, я не нахожу никакого объяснения тому, что здесь вообще происходит. Если я нахожусь наверху волны, я нахожусь наверху волны. Если я нахожусь внизу волны, я нахожусь внизу волны. И это всё в Майнкрафте, смотрите. Когда волна подступает под мою лодку, то я тоже начинаю переворачиваться практически вместе с этой волной. Как? Просто как у меня мозг взрывается? Ну скажите, это вообще не похоже на Майнкрафт. Слушайте, а волны-то увеличиваются потихонечку? Потихонечку-то они становятся всё жёстче и жёстче. И при этом я не вижу, чтобы шёл дождь. Господи, а вы посмотрите, что происходит под водой. Я хочу прямо сейчас туда окунуться и... Волны даже отсюда видны. Раз волны уже такие мощные, давайте мы с вами поставим сейчас ещё и дождь. И посмотрим, что будет происходить с волнами, когда пойдёт дождь. О боже. Ха-ха-ха-ха-ха. О боже, шторман, мы попали в шторм. Свистать всех наверх на абордаж. Сейчас пойдём. Что? Я могу даже прыгать с этих волн, смотрите. Офигеть. Офигеть. Я реально могу прямиком прыгать с этих волн гигантских. Я не верю. Я просто не верю своим глазам. Это, это самая реалистичная физика. Я не помню ни одну игру, чтобы там была настолько реалистичная физика. Смотрите, я подлетаю и просто приземляюсь. Это невероятно. Это, это, это просто невероятно. И вдобавок ко всему этому, вы посмотрите на эти ламинарии. Пошёл дождь, ветер усилился. И соответственно, все растения под водой чувствуют это и начинают крутиться в сторону ветра. Вы посмотрите, как их колышат. А если я спущусь прямиком к ним, я смогу даже их двигать. Я могу их наклонять. А если я сломаю, то... Ну да. Я сломаю ещё половину этого корабля. Это всё теперь может просто улетать. Причём оно улетает не наверх, а на дно. А весь дробь, который выпал с этих блоков, естественно, всплывает наверх. Но всё-таки это физика Майнкрафта, здесь с этим ничего не поделаешь. Иначе вы не сможете просто собирать свои предметы. Вон там дельфин плавает, вообще кайфует. Мне кажется, ему вообще это очень нравится. Итак, это у нас с вами обычный дождь. А что насчёт, например, грозы? Итак, у нас начинается гроза. О боже. О боже. Знаете, я очень много смотрел всяких различных страшных видео на ютубе, где показывают шторм в реальной жизни, где плавают гигантские корабли и преодолевают такие жёсткие штормы. Вот такой вот, я не представляю, как я переживаю прямо сейчас. О боже мой, я сейчас перевернусь просто здесь. Мне кажется, я с мощностью немножко перебрал, потому что это уже немного нереалистично. Рыбы в воде просто, наверное, сейчас офигевают. Ребят, мне кажется, за такое нужно точно поставить лайк. Это просто невероятно. А это вы ещё снег не видели? Сейчас мы к нему ещё доберёмся. Этот одинокий зомби сейчас думает. Блин, такие гигантские волны. Вот упаду туда, сразу стану утопленником. Не добраться мне до суше. Его даже тяжело атаковать, потому что из-за этих волн я не могу к нему просто подобраться. Ладненько, давайте мы с вами немножко побалуемся, можно сказать, и поставим самые мощные настройки, которые здесь могут быть. Я надеюсь, что мой компьютер это выдержит. И, кажется, у меня уже лагает. Ну что же, вы готовы? Раз, два, три. Что я могу тут сказать? Я могу сказать то, что как будто бы море начало слушать какой-то дабстеп. Ну что же, на океан мы с вами посмотрели. Теперь, думаю, можно перейти к следующему пункту. Динамические блоки. Улучшите свой игровой процесс, превращая лианы, двери, люки и висячие вывески в физические объекты. Это, между прочим, то, о чём мы с вами говорили, когда были в океане, когда трогали ламинарию. И это работает не только с ламинарией, но ещё и, например, с высокой травой. Итак, а вот как раз таки и она. Во-первых, она уже колышется от ветра, хотя ветер сейчас не особо сильный. Но, вы посмотрите, вы посмотрите. Осёл только что подвинул данную траву, и она подвигалась. Давай, иди ко мне. Хороший мальчик, давай, давай, давай. Я тебе дам покушать, вот у меня ламинария есть. Не нравится, что ли? Ну давай. Ну чё. О-о-о, пошла жара. Просто истоптал. И причём эта трава затронула эту. Ха-ха-ха. Это очень забавно. Просто что и просто как. Я не хочу объяснять это, вообще никак не хочу объяснять. Я просто в полнейшем шоке. Кань. Дайте плащам, баннерам и поводкам физику. Вы также можете создавать свои собственные плащи, или использовать плащи, созданные из сообщества. А вот это вот очень интересно. Этот мод добавляет в свой собственный плащ, который имеет реалистичную физику. И теперь вы можете, как самый настоящий Супермен, передвигаться по городу. И причём, я здесь могу выбрать абсолютно любой плащ, который здесь есть. Вот такой вот, например. Вот такой вот. Вот такой вот. Вот такой вот. Прям как Бэтмен. Ооо, здесь есть какой-то суперогромный королевский плащ. А ну-ка. Ху-ху. Офигеть. Вы посмотрите, как он развивается. В Майнкрафте, где всё квадратное, добавили очень плавную анимацию. Как? К нашему позволению я сейчас зайду в креатив, и мы с вами полетаем и посмотрим, как это выглядит. Ну, в принципе, здесь всё понятно и ясно, как это выглядит. Это выглядит невероятно. Но это, между прочим, ещё не всё. Если мы с вами возьмём баннеры. Бан. Кому бан? Флаги не на русском и называются вообще-то. Возьмём зловещий, возьмём розовый, возьмём красный, возьмём синий. Поставим их, и чё вы думаете? Конечно же, они будут развиваться на ветру. Причём мне интересно, если я сейчас, например, поставлю, ммм, грозу. Будет ли он намного сильнее развиваться? Слушайте, да. Да. Ветер усилился, и вы теперь посмотрите, что творится с данным флагом. Его просто корёчат вообще непонятно куда. То же самое с красным флагом, с зловещим флагом, аж молния ударила. И с розовым флагом. Короче говоря, ветер туда вот сейчас дует. Раньше нужно было палец облизывать и вот проверять, куда ветер дует. Сейчас нужно при помощи баннеров это делать. Легко и просто. И причём мой плащ ту же сторону тянет. Гениально. Метательности. Готовьтесь к экшену. Снежки, жемчу края и яйца теперь могут разбиваться на кусочки при ударе об объект. Итак, у меня всё есть. И сейчас мы с вами будем проверять, как это работает. Допустим, снежок. Бросаем и... Эээ, что? Снежок, ты не смог прилепиться? Что? Почему ты отскакиваешь? Так вот резиновый, а не снежный. Ты должен разбиваться вообще-то. Эээ. А если в моба? То тоже отскакивает. Окей, погодите. А эндержемчик, например? У него объёмная текстура. И... И... И он тоже отскакивает. Так, погодите. А лотерея на лайк? Неужели эта тире будет реалистичной? Правила, ребят, вы знаете. Если выпадает курочка с первого раза, то все ставят лайк. Эм. Ничего не выпало? Хотя яйцо, в принципе, не разбилось. Эхахаха. Ээ. Хоть одна курица будет вообще, нет? Оооо. Последнюю. Просто 16 яйцо и выпала курица. Ааа. Здесь можно настраивать всё. Влияние на снежок у нас было отскок. Давайте, например, сделаем раздробление. Как это и нужно. Что? Здесь можно модель снежка сделать круглой? Так, погодите-ка. Я всё настроил. Теперь проверяем и... Вау. Во-первых, наш снежок теперь круглый. И вы смотрите, что с ним происходит. А эндержемчик, например? Он тоже разбивается на части. А яйцо? Ооо. У него даже желток есть. Посмотрите. С ума сойти. Жидкости. Тестируйте физику жидкости в Майнкрафт И узнаете, как она может выглядеть в не таком далёком будущем От этого вы сейчас обалдеете Я уверен, что вы обалдеваете весь этот ролик Но то, что я сейчас вам покажу, вы офигеете У меня есть самая обычная губка Если я её сломаю, то с ней ничего не произойдёт Но если я её намочу, а потом сломаю Вот что произойдёт Из неё польётся жидкость Вот давайте ещё раз только на суше Вот есть обычный песок, я ставлю губку Ломаю её, и из неё вытекает реалистичная жидкость И я её даже могу потрогать, да Это капельки воды, это капли воды в Майнкрафте Да-да-да Тыква то же самое, разбиваем тыкву и Из неё вытекает вода Да, разбиваем арбуз И из него тоже вытекает вода У меня нет слов, у меня нету слов И это ещё не всё Если мы с вами, например, возьмём чередейский стол И разобьём его, например, здесь То у нас будет бесконечный источник жидкости В Майнкрафте Да Ладно, я больше не могу на это смотреть, а сейчас я сойду с ума Хотя сейчас, одну секундочку Хе-хе-хе-хе-хе Хе-хе-хе-хе-хе Класс Снег Майнкрафт никогда не выведал более готовым к зиме Пробирайтесь через снег Наслаждайтесь атмосферой И даже оставляйте следы на нём Хе-хе Я сейчас нахожусь в снежном биоме Я ещё этого сам не видел Поэтому мы посмотрим с вами в первый раз вместе Вы готовы? Раз Два Три Что? Господи, он ещё исчезает под ногами Не может быть, не может быть Мы можем делать протоптанную дорожку Вы посмотрите Что? Это всё в Майнкрафте, серьёзно? Вот это вот всё в Майнкрафте? То есть вы не шутите То есть вы реально сделали это в Майнкрафте Ага Господи, господи Вы посмотрите на это Я уму приложить не могу, насколько это круто Начинается тайга, начинается, точнее, буря, буря начинается Смотрите, что происходит Ребят, мне кажется, я уже играю не в Майнкрафт, а в Лонг Дарк Что это просто, что это, как это, как это возможно? Но это же невозможно Обычно такое делали при помощи всяких различных программ по моделированию Но здесь это встроено прямиком в Майнкрафт Пойдемте посмотрим, да-да-да, на деревню, на деревню Пойдемте смотреть на деревню Это, наверное, вообще восхитительно Покушаем арбуз Даже кусочки арбуза разлетаются, которые я ем Бог ты мой, какое чудо Жители, вам нравится, вам нравится? Эх, если бы вы могли видеть то, что вижу я Смотрите, я не могу провалиться вниз, потому что на самом деле это блок снега Холода, да, житель? Я с тобой согласен полностью Кстати говоря, здесь даже есть анимации дверей Кровать разынул на две части, простите, пожалуйста С ума сойти О, зомби развалился на части Голем, ну ты красавчик, конечно Анимации, хотите, чтобы мобы взорвались дымом? Вперед! Создавайте свои анимации, исчезновения для блоков и мобов Ох, ну здесь, конечно, нужно всё настраивать под себя Давайте я вам покажу, что здесь есть Есть вот такая вот портальная штука Есть сплэш Есть исчезновение Есть взрыв Есть просто пух И есть вот такой вот А вот это вот интересненько, потому что это дым Не застревайте в здании без дымохода Помещение может стать очень дымным И давайте я вам наглядно покажу, как это работает Берём огнево и поджигаем вот такой вот домик Как видите, уже начинается Уже начинается Это дым Из-за шитеров, конечно, он белый, но в любом случае выглядит очень круто Потому что белый, это вроде бы уже, как сказать, пепельный дым А обычно должен быть чёрным Смотрите, чем больше огня, тем больше дыма И правильно сказано, что без дымохода здесь лучше не оставаться Хотя дымоход здесь есть, но чё-то он вообще не работает Ой Я случайно сломал весь дом Прошу прощения И вот так вот дым потом рассеивается Мы можем поджечь даже целый Себя, целого себя Ух, лианы сходят с ума Посмотрите, каких колышет на ветру Океан, это отдельное слово Погода Из-за погоды будет применять ветер к физическим объектам И передавать частицы дождя, снега, песчаной пыли Мы, в принципе, с вами это уже всё посмотрели Но вот песчаную пыль ещё не видели Погнали в биом И вот та самая песчаная пыль Ай, аж глазам больно Не, ну реально, прям в глаза всё сыпется И последнее, это обвал Это может разрушить весь ваш дом Всякий раз, когда блок ставится, уничтожается Это вызывает обвал структуры Именно поэтому, когда я ломал даже самый-самый-самый несчастный блок костра Ну такой есть в моем графике, блок костра, в принципе Блок огня, можно сказать То ломалось всё здание Это просто для красоты, вообще-то отключается И выглядит намного-намного лучше Руды светятся Аааа Это было страшно А вот как раз-таки дым от крипера И на этом наше путешествие заканчивается Мы посмотрели абсолютно с вами все новые возможности физики в Майнкрафте И я надеюсь, что вам это очень сильно понравилось Что? Что? Что это там светится? Кто ты такое? Что? Что происходит? Ты что? А утопленник? А, ладно Ну и как вам? Пишите ваше мнение в комментариях Если что, ссылка на мод будет в описании Всем огромное спасибо за просмотр Надеюсь, что вы подписались на канал Поставили лайк, поделились с друзьями А для вас, вау, зафиксай Всем удачи и всем пока Увидимся в следующем ролике Пока Субтитры сделал DimaTorzok Пока Субтитры сделал DimaTorzok